Возникновение светового давления можно объяснить, рассмотрев, например, воздействие электромагнитной волны на лист металла. Под действием электрического поля электромагнитной волны электрон со скоростью v движется в направлении противоположном направлению вектора E напряженности электрического поля. Магнитное поле волны действует на движущийся электрон с силой Лоренца. Как видно, направление этой силы совпадает с направлением распространения электромагнитной волны. Вывод Максвелла о наличии светового давления был подтвержден экспериментами, проведенными Петром Николаевичем Лебедевым. В 1890 году Лебедев сумел обнаружить и измерить давление света на твердые тела, а в 1907-1910 годах на газы. Прибор Лебедева представляет собой очень чувствительные крутильные весы, подвижной частью которых является легкая рамка с прикрепленными на ней крылышками, светлыми и черными дисками толщиной от 0,1 до 0,01 мм. Так как давление на черный диск почти вдвое меньше давления на светлый, то на подвижную систему действует вращающий момент, который может быть измерен по углу закручивания нити. На основе ряда наблюдений Лебедев пришел к выводу, что в пределах погрешности эксперимента световое давление согласуется с формулой, полученной Максвеллом. Опыты Лебедева сыграли историческую роль в утверждении идей Максвелла, в частности его вывода, что свет есть электромагнитная волна. Эти опыты можно рассматривать как экспериментальное доказательство существования фотонов, поскольку результаты измерения Лебедева полностью соответствовали теоретическим расчетам, исходящим из квантовых представлений о свете. Они вошли в историю физики как классический пример исключительно тонкого физического эксперимента. Субтитры создавал DimaTorzok